О, я его убила! Лошара! А потому что я знаешь кто? Я везунчик! Я везунчик, мамкин! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Телька Плей, я Наташа, мы с вами начинаем играть в нового, второго Люцифера. Вот это у нас тут обучение, поэтому я его пропущу, мы в принципе тут все знаем, все умеем, я просто немножко заранее до этого поиграла, чтобы попытаться вообще понять, что тут и как в общем-то делается. Поэтому я сейчас пропущу вот это вот кольцо ада, видишь, сатана в этот раз над нами это самое, показал нам, продемонстрировал, что как бы Дианас, он предоставил свое отдельное место в аду, теперь оно у нас есть, что очень даже так приятно и заботливо с его стороны, я хочу сказать. Люцифер. Дом сгорел дотла, никого не удалось спасти. Нас решили предысторией немножечко. Мне удалось вызволить мальчика из больницы, и тогда я был уверен, что за всеми этими убийствами стоит Чарльз. Нужно было отвезти ребенка на осмотр к психиатру, поэтому я направился в больницу святого Бенедикта. Нужно было... А, это та же больница, в которой он родился. Было неуместным побывать там еще раз. А, уместным. Он сидел тихо на заднем сидении, пялилась. Тут перевод очень кривой. Ну, короче, он пялился на него через зеркало. Волосы на затылке встали дыбом от наплыва эмоций. Я все еще слышал шепот в голове. Это был не просто мальчик. Я вернулся домой и стал собирать фрагменты дела вместе. Но что-то пошло, видимо, не так, да? Ты умер? Это МакМаффин, да, получается? Все указывало на мальчика, как я раньше этого не видел. Был ли Чарльз прав все это время? Я помогал сыну дьявола? Сын дьявола! О, смотри, с ним разговаривает сам Сатана. Внезапно. Да, теперь ты знаешь свое в неме. Ты это он, не так ли? Иди скорее сюда. Ты можешь почувствовать все это. Что-то глубоко внутри тебя говорит поступать правильно. Но я католик. Ему все равно. Католик ты, не католик. Индус, буддист. Мне кажется, Сатане все равно. Лишь бы у него были поспешники какие-то, которые будут делать все, что он захочет. Чтобы все плясали под его дудочку. Ты лучшая часть плана. Ты выполнил свое предназначение. Еще многое ждет тебя в Физе. Нормально. Мы только начали. Посмотри на это с другой стороны. Мы все служим Господу нашему. Он тот, кто спланировал предстоящее упокоение. Я лишь вношу свою лепту в это дело. Мы просто выполняем его желания. Смотри, какие речи красноречивые толкают. Да? Расслабься и послушай то, что я добыл на мальчика. Я сомневался, но в конце концов пришлось признать одну вещь. Все это время я был лишь пешкой. Он что, ему сосет? Я был призван в этот мир служить Люциферу и защищать его сына. У Люцифера был план, как совершить задуманное, а моей задачей было присматривать за Люциусом. Ну, видишь, пацан растет. Ему придется искать ответы. Темный лорд забрал его силы и сравнял игроков на поле. Это непростая задача для мальчика, но сделать это было необходимо, чтобы в конце все случилось так, как должно было случиться. Они осмотрели и оставили мальчика. Он утратил способность влиять на других и подумывал об одиночестве. Жажда крови исчезла, вместе с дарами, которые он получил. Ну вот, обычный пацан стал. Мог бы, между прочим, реабилитироваться, но что-то пошло не так, видишь. Прошло шесть месяцев, и мальчик снова проснулся. Наконец, случилось это все, когда привезли двух пациентов. Они оба говорили что-то о пророчестве, а еще одна из них была связана с духовенством. О-о-о! Началось. Люциус тут же понял, что ему предстоит еще многое сделать, и немедленно опал на монахиню. И вырвал ей гортань. Вот это было бы прикольно, но вроде бы он ее тут просто душит. Он почувствовал себя нужным. Однако сотрудникам удалось уложить его. А что чувак на четвереньках делает? Его напичкали лекарствами и притащили в отделение шоковой терапии. Мальчик собрал последователей по всей больнице. Некоторые пациенты присматривали за мальчиком, но не эти сотрудники. Блин, капец. Они заковали в кандалы, его и заперли, уложили на кровать и подготовили к шоковой терапии. Это больно. Но чего они не могли знать, это то, что они испугали дьявола. Наверное, как же так. Я не успела прочитать. Но, видимо, сейчас-то дерьмо и начнется. Не надо было злюську-то нашу злить. Люська, вон, посмотри, глаза краснющие. Ух, бляха, кровью-то нанялись. Ух, бляха, вот тебе и номер. Вот так вот. Угу, смотри. Ручки полетели, ножки. От них остались ручки да ножки. Производство. У-у-у-у. Красиво как. Как будто Марвел, смотрю. Он типа взорвался или это он кровью так все обливал здесь? Ё-моё, смотри, какая прелесть. Дядька-то, вон, это. Ему сделали шоковую терапию внутримышечно. Внутримозгово. А я где? Покажите Люську-то. А Люська-то ушел уже, все. Кровь с потолка капает. Красотища. Прям в лучших традициях. Я надеюсь, поулучшилось тут качество. Сейчас посмотрим. Пророчество. Ух, сейчас я узнаю пророчество. Это я. Слушай, ну мальчик подрос. Смотри, какой красивый. Ой-ой-ой, какие кишочки висят. Я не знаю, двенадцатиперстная кишка это или нет, но я прогуливала просто уроки биологии, так что да. Во-первых, берем вот эту вот фигню, таблетки. Они явно нам пригодятся. У дядьки ключи. Ага, вот я вижу. Наверное, нужно ему второй всунуть в глаз. Ой-ей. Ну, мне были нужны ключи, как бы извините. Все претензии отправляйте моему отцу по факсу в ад. Могу, как бы это самое. Я открыл свою дверку красивую. Ну, я вообще постарался, я тебе хочу сказать. Слушай, мы реально в отделении психиатрии. Нормально все началось. Бонус китайский болванчик. Какую-то херню нашла. Там вон какие-то мужики ходят непонятные. О, смотри, там дядька какого-то ходит. А здесь еще кто-то... Ай-яй-яй, что это такое? Религиозные объекты лишают тебя всех способностей. Избавься от них. Так у меня не получается. Они не дают избавляться. Может быть, я могу взять какую-то это самое? Нет? У меня нет возможности. А что он смеется? Что смешного? О! Нажать для новичков. Я получила какой-то навык. Так. Управление. Давайте я возьму вот этот навык прямому. Потому что он мне нужен как минимум для того, чтобы переворачивать крест. И я сказала, ну-ка. Ну-ка, единичку я нажимаю. Вот, моя цель. Нет? Ладно, не дает. Но у нас такие лохмоти, конечно, рваны. Я могу еще... Спокойно, чтобы дядька меня не видел. 420-й какие-то ключи нужны. А у меня нету таких ключей? Не, нету, прикинь. Ладно, может быть, я сейчас найду. Главное, тихонечко идти на картах, чтобы нас не замечали с тобой. Вот эта дверь... А, она открывается, нет? Да, она открывается. Смотри-ка. А это моя первая жертва. Охранник Зёзя. Судя по всему, мне нужно сломать вот этот как-то вентилятор. Что-то сделать с кофе, да? Или с чем? Дефибриллятор. Зачем? Ну, мы в больнице. Нужно изобретать, что я могу сказать. Главное, чтобы он нас не замечал. Спокойненько. Спокойненько. Просто такой, как ниндзя. Труба. Ну, давай посмотрим. Допустим. Я беру дефибриллятор. Можно электризовать вещи. Включить его затем... А, ну, наверное, поэтому оно и горит. Слушай, удобно, что оно горит? Подожди, я тебе беру. Присоединяю. Во, оно теперь под током находится. Отлично. Дальше. Ох, спокойно. Ё-моё, мужчина! Отравить кофе, наэлектризовать кран, сломать потолочный вентилятор. Ой, я ничего не успела сделать! Ух ты ж, ё-моё! Он умер? А, это у меня типа было три варианта, как его убить. Я его в итоге убила этим самым, правильно? Током. Ну, слушай, это неплохо. Есть ли тут что-то еще в теории? Дверь в изолятор закрыта, не открывая... А, открыто. А можно я этот телевизор выключу? Он меня бесит, там какая-то непонятная телешоу какое-то идет. Банку я возьму с собой на всякий случай. Или не возьму. Там вон мужик какой-то ходит, мне это не нравится. Давайте берем ключи от 420-го. Да ключи возьми, дурачок. Ключи, вот эти, да. Их нужно вот здесь вот открыть, прорвать. Я открыл все. Отлично. Пацаны, я все раскрыл. Это что, дверцы какие-то? Ага. Это я, получается, сейчас своих дружочков, да, освобожу? Давай пойдем проверим. Пойдемте проверим, освободил ли я своих дружочков. Да, смотри, вышли. Все, что он сделал после побега, открыл остальные клетки отделения для душевноболевых. Это позволит Юсу свободно бродить по этому хаосу. Ну, отлично, пойдемте гулять. А куда они бегут? Пацаны, вы бы меня взяли. Дверь больницы. Туалет. Применить. О, я могу в них писать. Таблетки какие-то здесь лежат. А я их не могу взять? Видимо, нет. Привет. Ты что делаешь? Что делаешь с цветком? Ты ссышь цветок? Дядь, ты ссышь. А потом цветы завянут. Ну, главное, что ты стряхнул. Главное, что стряхнул, дядь. Молодец. Что-то какая-то дурдотня началась. Нам нужно, наверное, выйти как-то отсюда, да? Вон там вон еще один охранник сидит. Наверное, его нужно тоже как-то покончать. Пойдемте. Спокойно, тихонько, на картах ползем с тобой. Все у нас получится. Все у нас прекрасно. Дверь больницы. Что здесь у нас? Какой-то непонятный блок. Давайте я сюда зайду. Есть тут что? А если найду? Можно позвонить в 911. Типа ля-ля-ля. И ложь не моя. Там вон какой-то дядька сидит. Но это охрана, судя по всему. Сломать полки. Женщины, с ними нельзя жить. Их нельзя убить. Эй. А почему пространство между женской грудью и бедрами называется талией? Ну-ка, удиви меня, шутник. Сюда поместилась еще одна пара сисек. Еще одна. Так, легко воспламеняющаяся штучка. О! Я знаю, что надо сделать. Чай я как кину. Оп. Давай. Хоть. Спокойно сиди, сиди. Легко воспламеняющаяся. Взять. Мне нужно попасть на плиту. Да, блин. Мужчина, отойдите, пожалуйста. Мужчина, отойди. Я не могу открыть эту дверь? Давайте я ее просто открою и все. И вот так вот захерачу сюда. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Взрывай их. О, горит один. О, как красиво. У меня аж очко поднялось. Охренеть. Охренеть. Вот это шашлычок. Вот это не зря старалась я. Ты видел, что я сделал? Вообще я красавчик. Я мамкин хулиган. А ты ключи взял, Люсь? Люся, ключи взял? Мне же от огня ничего не будет, правильно? Я могу таскать тела. Я могу таскать тела здесь, ты прикинь. О, я ключ-то подобрал? Да, подобрал. Давайте их возьмем. Они, наверное, что-то открывают. Вопрос только, что они открывают? Туалет еще один. Вот эту, наверное, дверь открывает? Нет. Здесь же не будет у меня никаких сложностей. Здравствуйте. Это что за старькашка такой? А, это этот папашка. Поп. Люд Лаун. Он Люд любит. Ничего, сейчас я его разнесу. Я почувствовал вкус крови. Может быть, он мне помогать должен? А, он знает, что я сатана. Поговори с человеком. Конец наступает. Он уже здесь, мальчик. Это ты так говоришь? Поговори с человеком. Делу время, потехе час. Ну, давай с ним поговорим. Человек повторял. Ладлоу сын дьявола. Ладлоу сын дьявола. Делу время, потехе час. Ну, понятно, он с ума сошел. Найти комнату монахини. О, смотри, мои мужики бегают здесь. Мужики, как дела? Что делаем? Смотрите, душ не хотим принять? А что вы бегаете, как у малешеные дурачки? Здесь, конечно, у них очень красиво. Тоже ссышь? Дядь, а ты в воздухе ссышь, ты знаешь? Ты мне в рот зачем ссышь? Дядя мне в рот насрал. Зачем, не знаю. Но, видимо, так ему нравилось. Здесь я ходил... А, можно было еще и вентиляцию кинуть. Прикольно. Допустим. Запретная зона еще одна. Так тут никого нет. О какой запретной зоне может идти речь? Я возьму таблеточки. Возьму таблеточки. Я не знаю просто, куда нам идти сейчас. Но будем разбираться с вами. Надо просто на карту смотреть. Вот, давайте посмотрим. Я не знаю, где тут может быть сраной-то монахиня жить. Может быть, мне нужно ехать вниз? Не, ну вряд ли вниз. Давайте здесь пока походим. Может быть, куда-то сюда? Вот, тут открыли дверь психи. Наверное, мне в эту сторону. Главное, чтобы тут никого не было. А, так тут мои братаны бегают. Привет. Вы все двери, я смотрю, пооткрывали? Это что? Водичка. Она льется. Может быть, монахиня где-то с той стороны... Это что за баллоны такие? Ломкий газовый баллон. Плоскогубцы. Итепты. Вот это я себе сейчас тут понахаберу. Вот. Мне, наверное, вот сюда куда-то... Вот этот дядька меня напрягает. Он, конечно, наверняка что-то... Это что, кусты травы? Что? А, это бамбук. Это бамбук. Я сейчас чисто ради... Вот, вумен. Вумен. Вумены здесь, значит. Дефибриллятор. Я думаю, что дефибриллятор можно куда-то поставить, чтобы их там жахнуло немножко. О! Да отстань ты от меня. Так, вот это, наверное, можно сломать. Ё-моё, что я сделал? Что я сделал? Да отстань. Ой-ёй-ёй, дядька идет. Спокойно. Дядька идет. Уборщик. Уборщик. Уборщик, вонючка. Мне нужно найти телку. Мне нужно реально найти телку. Это что я такое? Возьму. Все пригодится. Вот она. А как мне... Мне надо его как-то убить, этого уборщика, да? Мне надо как-то этого уборщика, короче, жахнуть. Вопрос, как его жахнуть. Надо дефибриллятор куда-то ставить, да? И как-то его выпуливать, дядьку. Но я просто не хочу, чтобы он меня убил, понимаешь? Если он меня поймает, то это гг. А может быть, там эти танцуют, у них там танцы начались шаманские какие-то. Подожди, дядька здесь у нас, да? А где дефибриллятор еще есть? Вот это что такое? Громкий. А, он типа будет ходить в всякие места интересные, да? Ну-ка, иди сюда. Допустим. И чё? Отстань. Да не тащи. Взять дефибриллятор, например. Э, подожди, стой, 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 стой. Подожди, братан, ну ты мне все портишь, всю малину. Затаскиваю этого говноря сюда. Во. Теперь я беру, допустим, вот эту штучку. Я ее могу присоединить, нет? А куда же мне тогда? Уборщик моет полы. Подозрение паника. Найти комнату монахини. Но мне, чтобы что-то с ним сделать, нужно его как-то зачморить. Вопрос, как его зачморить, остается открытым. Я просто смотрю, ребят. О, фигурочка. Ты пойдешь за другой штучкой? Или нет? Мне кажется, он не идет за другой штучкой. Ну-ка, иди сюда. Может быть, его просто надо долбануть? Током попробовать. Ну-ка, тележка. Отпустить. Где? Я тебя не пущу. Ой, я его убила. Лошара. А потому что я знаешь кто? Я везунчик. Я везунчик мамкин. Я мамкин везунчик. Так, мне нужна монашка. Монашка, я так понимаю, вот в этой комнате сидит. А ну, открывай. Где ты, монахиня? Монахиня? А-ля-у-лю, это я, Люциус, пришел. По твою душу. По твою эту душу, которая уже сама с этого заждалась меня. Так, у нее тут мне не нравится вот этот вот крест. И чё? Комната монахиня была заполнена религиозными текстами. Прорусство апокалипсиса, ее там не было. Кажется, что она была до 64-го этажа. Вероятно, для осмотра постнападения мальчиков. Найти последователя, получить одежду. Так, и чё мне делать дальше? Найти последователя. Последователя? Ну, вот это мой последователь, нет? Ты мой последователь или не мой? Стой! Голожопик! Куда побежал? Стой! Стой! Душевно больной. Ё-моё, да шорт, я за тобой бегать, что ли? Вернись! Ты стой! Ты последователь или ты кто? А, может быть, последователь это ты? Деволенок! Деволенок! Девол-бой! Не, вообще у меня на карте есть указатель, куда мне идти. Ага. Бросок в банке. Сломать люк. А на кой хер мне его ломать нужно? Не, я, конечно, попробую. Это что, какие-то деньги? Давайте я попробую сломать люк. И чё, сломать? Допустим. Ага! А теперь, типа, нужно вот так, да, сделать? Ну-ка. Эй, а чё, он убежал, что ли? А ты чё убежал? Ну ладно, убежал и убежал. Не, мужчина! Мужчина! Ну куда он пошёл? Он чё, дурак, что ли? Мне нужно, чтобы ты сюда пришёл! А ты там это, с аляулюками... Куда он ушёл? Ну нахрена он ушёл? Вот это, наверное, монашка-какашка. Сто процентов. Но мне нужен ключ. А, не, вот тут она сидит. А ты кто такая? Так она... Он ушёл? Он взял, ушёл? Использую инструменты, чтобы ломать предметы. Да я уже всё, типа, ломаю. Ломаю по полной. Я вообще в теории, я могу взять баллон. Баллон. И его засунуть, и чё-то бомбанёт, наверное. Газовый громкий. Я могу его, наверное, сломать зачем-то. Ой, бляха, нахера? Ну я, 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 видимо, у мамы гений просто. Тут пожар начался немножко. Это как бы не моя проблема. Электрический шкаф. Ломкий. Я не хочу никому помогать. Мне нужно понять, где дядька. Я пончиками кину. Думаю, никто не обидится. Я поналомал всякие предметы. Вопрос нахера, конечно. Так, а чё по дядьке-то? Он пойдёт туда или чё? Мне нужен этот дядька, а он куда-то упёр. Дядя! Дядя, ты где? Нет, это этот папашка сидит здесь. А тот где воняшка? Куда он убежал-то? У меня есть, конечно, сигареты. Это что, можно сломать? Ну, допустим, я сломал лифт. Ух ты ж, ё-моё. Я могу скинуть кого-то, да? Опа! Дядька пришёл. Спокойная. Берём дядьку. Ты слышишь или нет? Какой он глухой, ё-моё. Вот сейчас он слышал. Давай, током. Херач. Его херачит током или нет? Иди, тебя долбанёт током, пожалуйста. Ладно. Иди сюда, ты урод. Иди. Эээ! Сюда иди. Давай. Иди сюда. Сюда иди. Идёшь? Иди сюда, я здесь. Иди. Да иди сюда. Аляля. Да сюда иди. Иди сюда. Да ты что, дятел что ли? И что мне делать? Он не хочет. Может быть, надо воду разлить? Ну, типа, чтоб уж наверняка. Давай, побольше лужицу. А подожди, у меня есть... У меня же нет кани... Нет у меня канистры. Слушай, а где мне найти канистру? Может быть, надо в канистру налить воды и, типа, сделать ему лужу? Такую интересную, чтоб это... Зашёл и обскерился. Так, душ. Давай, давай, давай. Есть контакт! Есть контакт! Я это сделал! Я это сделал! Ха-ха! Вот так вот тебе лошадчик, понятно? Ну и где там монашка-какашка? Она повесилась. Смотри, не выдержала. Не дождалась встречи со мной. Настолько долго я тут ползал. Настолько долго я тут пытался что-то сделать сосредоточенно. Но ладно. Блин, я жду настоящих полноценных убийств. Ну, привет, монашка-какашка. Найти последователя. А, это одежду нужно. Мальчик нашёл одного из последователей. Повесишься в своей же комнате. На этом же этаже была записка. Простить за неверный выбор? Что это значит? Неверный выбор бога или сына? Да не знаю, какая разница. Заткнись. Всё, раздевай его. Отдай свою одежду. Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл. Получить одежду. Ладно, пошли искать одежду. Где-то мы найдём одежду. Где-то же она есть. Ой, пацаны, они с ума сходят там вообще по полной. Где-то одежда вот здесь вот. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. И я её нашёл. Вот это одежда? Мяч по имени Беннет? Вот одежда. Ну вот, я снова это самое. Пиджак со следами крови привлечёт много внимания. Хорошо, что его старый костюм был ещё всё ищут. Пришлось временно вновь надеть его. Ну чё, мне теперь выше нужно становится. Мы с вами, получается, прошли, так сказать, вступление Люцуса. Я могу сказать, прикольно. Тут теперь пишут, сколько мы времени проходили, чё мы вообще сделали, кого убили. Прикольно, посмотрим, что было дальше. Обязательно пиши в комментарии, как тебе второй Люцус, нравится, не нравится. Подписывайся на мой канал, поддержи меня лайком. А мы очень скоро увидимся, так что до новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok